Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Все знают, что начался у нас март, поэтому, ребята, аренушка у нас сбрасывается, то есть никаких рейтингов теперь нет. И я хочу, да, я хочу подраться, 31 уровень, и я возьму для этого события, пожалуй, вот эту вот самую свою ложевую, можно сказать, армию, и, в принципе, я должен здесь справиться. Поехали! По-быстренькому пройдем, как говорится, получим первое место, и будем уже ждать, когда она закончится, чтобы забрать наш любимый ревард. Так, секундочку, надеюсь, мы с вами не тупанем, не лажанемся. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, смотри-ка, что происходит, смотри, что тут происходит. Идет воришка, а мы вот так вот, ты-ды-ч! Вот и все, делов-то, ребята, на копеечку у нас. Сейчас, БФГшка у меня пошла, тут же, естественно, мы сразу Таракошу вызовем. О, ребят, сейчас просто с двух-трех ударов разнесем тут все к ядре, а не фене. Опа! Опа, пулечки ничего себе тут наяривает. Ребят, ну вы прекрасно должны понимать, что здесь никаких вариантов нету у наших, так сказать, врагов на выживание. Мы просто сейчас-напросто забомбим базу. Тридцатый уровень, что он сделает? Ничего. Ну что, база, блин, давай, уже рушься, не хочет. Ладно, недолго веселиться ей. Есть. Ну что же, все, ребята, больше мы сюда не возвращаемся. Новое место у нас первое, и так будет еще, наверное, где-то с недельку. Мы будем зарабатывать с вами только первые места в этой, на арене. Ну что, а мы с вами давайте зайдем, наверное, в ежедневные испытания и глянем, что у нас тут награды. Значит, улитки взрывные. И посмотрим. Блин, я боюсь, здесь мне дадут очень мало кого на выбор. Да, это, как всегда, мечник и крестьянин. Если честно, ребята, я скажу одно. Этим составом я никогда не мог пройти вот этот вот этап. Если не верьте, я вам сейчас все это продемонстрирую. Но, понимаете, здесь в чем дело? Тут улитка эта долбанутая. Она все время будет, ребята, нас спамить. Постоянно. Не даст она нам ничего сделать. Плюс вот этот вот взрывной зомби-камикадзе, конечно же, который будет вот так вот делать. Постоянно взрываться. То есть, грубо говоря, никаких вариантов даже не может быть у нас на победу. Посмотрите, что сейчас будет все время это происходить. Одно и то же, ребята. Смотрите, бум, сейчас всех взорвет. Всех абсолютно, видите? И вот так вот будет до бесконечности у нас дело происходить. Обидно. Ничего не могу сказать. Ну, другого варианта, ребята, нету здесь. Вот я вот так вот потихонечку-потихонечку буду вызывать. Взорвет сейчас. Как всегда, не вовремя, блин. Видите, что происходит? Я не знаю, что мне здесь делать. Блин, он вообще не дошел. Вот. Муразон этот мелкий. И постоянно будет выходить то зомби, то этот, то зомби, то этот. И вот так вот все будут взорваться. То есть, элементарно по времени я не успею. Ребята, 60 секунд. Вы сами прекрасно видите оставшееся время. Даже если я буду вот так вот делать, все равно это не спасет. Я просто думаю, действительно, а как здесь можно сделать? Ну, вот что, всех взорвали. Я уже пробовал и позже, и раньше вызывать. Нифига, ничего, ребят, не прокатывает. Вот это и обидно. Может быть, если бы у нас был бы крестьянин, как бы вам сказать-то, в разы сильнее, крепче, может быть, все было бы как раз и по-другому. Но нет же, он вот такую вот гадость, ребят, постоянно делает. А ну-ка, давай фаерболом. Бумс. Если, конечно, на последних, ребят, секундах нам каким-то чудом, например, повезет. Да, вот так вот, если мы с вами сделаем. Но вряд ли что-то это изменит. Смотрите. Бумс. Конечно же. Кто бы сомневался в этом. Камикадзе взрывной. Дальше идет крестьянин, который, блин, как всегда не доходит. И по времени мы, ребят, с вами сплавились. То есть, буквально мне одного фаербола не хватает для того, чтобы можно было бы разнести базу. Ладно, короче, вы прекрасно поняли, что это у меня провальный этап. Ну, а мы с вами переходим, естественно, на основную сюжетную линию. И у нас здесь совсем чу-чуточки осталось, чтобы пройти в следующий телепорт. Поэтому давайте сегодня это как-нибудь быстренько с вами сделаем. Хотя, быстренько она вряд ли получится. Вы посмотрите, какие здесь красавцы у меня вышли, а? Против меня. Ё-моё. Плюс еще тут жнец. О-хо-хо-шечки, хо-хо. Вот что я вам могу сказать на это все. Ладно, ребят. Была не была. Если здесь 77 уровни, я боюсь, что будет в последнем этапе. Там, наверное, все 85 уровни, наверное, будут против нас. Но в любом случае мы будем с вами как-то выкручиваться. Так. Ну что, давайте, наверное, вызовем... Давай Ронина. Он с прогулки? Нет, ребят, он отлично себя чувствует. Он прекрасно вышел, и это меня радует. Да, взорвался. Ну и что? Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Ты куда это разогнался? Так, давайте мы, наверное, с вами вызовем нашего мага-воина. И Ронина. Вообще-то мне нужно, ребята, накопить 500 манны. По уму-то. Потому что вызывать пора уже и ведьмочку. Вы сами прекрасно знаете это? А ну-ка, пришли прочь. Ну, ведьмуля, давай, выходи. Ты мне нужна здесь. Все, ребята, ведьма созрела. Ведьму я вызвал. И будем сейчас с вами плодить армию наших зомби. И, естественно, Ронин здесь нам нужен. Так. Давайте их вот сюда вот всех к ногтю. Так, вот это плохо. Вот это плохо, ребят, что идет у нас зомби-камикадзе. Да чтоб его. Ну, взорвись ты к ядре, а не фене. Самый опасный, ребят, противник здесь. Опачки! Самый опасный, ребят, противник это... Это жнец. Это, ребятули, жнец. Так, 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 давай, 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 давай. Откуда у него когтистый? А, ребят, он, видимо... Ой, моя ведьма сейчас, по-моему, упадет. Упадет же. А вот давай вот так попробуем. Ух, заморозка. Ух, да еще не все потеряно, ребятулечки. Вот что я могу сказать. Еще не все потеряно. Так, конечно, Каспер меня тут будет немножко доставать. Наверное, со следующей заходки моя ведьмичка упадет. Проверим. Проверим. Да, травит гад он ее. Но все равно мы идем с вами отлично. Не травись, ведьма, на... На я... На ядовитом облаке, блин, спеклась. Что б тебе? Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, хорошо. Будем, ребята, как выживать. Выживать нам нужно по любасику. Давай вот так вот еще сделаем. Оп. Оп. Слушай, довольно неплохо идем. Довольно неплохо идем. Классно, я бы даже сказал, идем. Ха-ха. Сейчас, скорее всего, мы забавим... Замок, ну, 19 секунд, ребятули. Блин, я хотел сказать, давайте нажмем на ускорение. Какое, блин, ускорение? Да. Все. В пух и прах разнесли мы нашего врага. Мне нравится. Мы забираем с вами заслуженный сундук нежити. И, кстати, неплохо она выпала. Нам выпала банши, и я заметил там прыгун. Фух. И у нас карта подданных. Открывается. И давайте смотреть, какие уровни. 79-й, 77-й. Ну, кто бы сомневался, что здесь, ребята, будет уже 79-й уровень. Это, то есть, для меня катастрофа. Но есть и небольшой плюс. Потому что всего лишь здесь какой-то маленький, вонюченький крестьянин. Также и паладин. Эти... Нет, не все. Не все воины, ребята. Здесь медленный. Паладин медленный. А крестьяшка-то как раз довольно-таки быстрый. Поэтому нужно его опережать, ребята. Вот, вот, вот. Успею ли я? Успею ли я? Успел. Я должен успеть. Да, ребят, я успел. Отлично. Это говорит только об одном, что можно, в принципе, уже и расслабиться. Вдвоем, хотя они тут могут нам показать перца. Так, 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 так. А ну-ка, мышка летучая, давай. А зачем я вызвал, ребята, мышь летучую? Вот сейчас я вот, честно говоря, глупость сделал. Ну-ка, Джаггер, устрой-ка им там. Блин. Давай вот так вот, нафиг. Все, все хорошо. Все шикарненько, ребята. Карточки у нас выпадают, и это замечательно. Естественно, вызываем с вами всадника на журавле. И, наверное, да пора с ними закачивать уже, на самом деле. Давайте-ка мы, наверное, с вами еще вызовем Джаггернаута. Ого! Ты посмотри, какая там у них армия уже скопилась. Ну, моя, ребята, летучая мышь травит там всех ядовитым облаком. Ух ты, ускорение спаси большое за такой... За такой бонус. И все, все, ребятуречки. Никаких шансов нет у врага, потому что мы будем сейчас расклепывать ему базу. Отлично, я вам скажу. Просто великолепно. Зергут. Так, давай-давай-давай-давай. Распинали всех, распинали. Е! Разминка такая у нас получилась, знаете, двоякая. Вроде бы и разминка, и в то же время серьезный, как бы, бой у нас получился. Ну что же, мы видим, что у нас добавляется ядрить тебя на корень. Смотри, ребят. 79 уровень копейщица. То есть, вы можете представить, какие будут уровни ближе к концу вот этой карты. Я боюсь даже представить. Боюсь. Там 81, 82, это как пить дать. Но я буду все равно, ребят, бороться, сопротивляться, брыкаться. Тут наверняка в этой карточке будет бандитик. Мне вот почему-то кажется, что именно бандит здесь будет, блин, присутствовать. Опачки, опа, пули, а с как... Да ну, давай, давай завязывай, ребятули. Ой-ой-ой, сейчас они тут быстро меня расклепают. Кто мне здесь поможет? Я не знаю, кто мне здесь вообще может помочь. Летучка? Нифига, наверное. О, мне фаербол здесь, ребят, поможет. Вот так вот. Тыч! Да, только он мне здесь и поможет. А как вот так быстро их, извините меня, поставку налаживает? Еще и все под щитами. Обалдеть. Здесь, ребята, нужно больше летающих юнитов. Естественно, летучие мыши чумные, големы и так... Ой, големы. Ну, голем не летучая, конечно, тварь у нас, но тем не менее. Вот, 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 надо их всех, ребята, отравить в этом кислотном облаке. И вот так вот помогать, соответственно. Ну, вы сами прекрасно видите, что значит, ребята, 79 уровень против моего маленького 73-го. Ну, это вообще, да? Ужас какой перевес! Ну, вот, приходится, ребята, выживать. Я боюсь даже представить, какой босс тут будет в конце. А будет наверняка король. Или же, или же бишет. Одно из двух. Третьего не дано. Ну, все, ребятуль, давайте ускоряться, потому что здесь уже победа явно будет за нами. Спасибо вам за карточку еще заодно. И мы с вами продвигаемся дальше. То есть, получается, у нас... Ёлка-палки, я хотел сказать, что у нас предпоследний этап. Нифига под... Ой, ё-парасы ты! А вот это уже больно, ребята. 78-го уровня Грифон. Жесть, это же будет какая-то сейчас... Это же будет какая-то жесть. 78-й уровень, плюс паладин, плюс крестяшка. Да, поэтому, ребят, мне пришлось взять именно вот этот отряд. Потому что здесь у нас есть ниндзя, здесь есть у нас маквоин. Который хоть как-то может, ребят, пройти... Опс, тихо, тихо, тихо. Ты куда это? Говнючело собрался, мне спрашивается, а? Бежит он. Блин. Да хорош! Вот смотрите, ребята, вот спам, голимый спам идет. Чук! Офигеть, офигеть! На, получи. Так, Ронин, выбеги, пожалуйста. Не выбегает, ребят. У меня, я думал, сейчас вниз-то все выбежат. Да хренушки-то там. Так, отлично. Да достал ты уже со своими крестьянами. Вот серьезно говорю. Просто достал. Ну вот и приплыли, блин. Вышел Грифа. Тот самый Грифон злобный. А ну-ка. Давай, 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 давай. Мне нужна ведьма, ребят. Я жду ведьму. Вот она. Имба вышла. Ну что ж, теперь пора мстить говнюкам этим всем. Заморозка. О, красота. Ты моя ненаглядная. А ну-ка давай. Грифу, грифу. Блин, да что ж вы делаете? Так, давайте Грифончика. Е. Ну, а дальше, ребят, все идет как по накатанной. Соответственно, мы здесь всех распинаем. Раз бомбим. Жух. Как будто и не было здесь никакого паладина, да. И не стоял он здесь вовсе. Ха-ха. Ведьма, хотел сказать, ниндзя моя. Хитренькая. И это мне понравилось. Так, что, опять он, да, вышел на прогулку. Ладно, фиксим. Ну, так помогать будем своими ребятам. Ну, давайте, тут уже от замка-то ничего не осталось. Хе-хе. Зер гуд, ребятули. Ну, что же. А, привет, последний вот теперь этап. И добавляется здесь лучник паршивый. А вы знаете, что лучник это плохо, когда впереди стоит такой могучий 79 уровень паладин с фулл звездами. Блин, ну это жесть, ребятули. Я не знаю, будем, конечно, выживать, но очень, очень тяжело здесь. Друидку взять, может быть. 73 уровень. Как я тут буду противостоять, а? Мой паладин 73 уровня, да? С четырьмя звездочками, блин, против вот такого вот бизона. Нет, не прокатит. Надо будет вот этот, опять же, этап брать. Все сложно, очень сложно, ребят. Вы это сами прекрасно видите. Вы думаете, что вот так вот проходится на самом деле легко? Нифига подобного. У меня же поджилки трясутся, блин. Как я только вижу вот эти вот уровни. Вижу, как у нас здесь происходит бой. Тем более с отражением, ребят, у него. Ага, кто бы сомневался. Кто бы, блин, в этом сомневался. Еще и... Еще... Да, епперсетэ. Ну, Ронин. Ну, вышел бы, блин, хоть раз без раскачки. Нет, вот идет. Идет, наслаждается, блин. Отражение. Вот это... Ребят, самое замечательное... Вот. Видите, что происходит, ребят? Вот про это я вам и говорил. Именно про это, что будет лукарь стоять сзади и бомбить. Но это еще не последний этап. Последний этап я даже думать не хочу о нем. Ведьма мне нужна. Как ни крути, мне нужна здесь ведьма. Успеем мы с вами? Да, должны успеть. Вот она у меня вышла. Отражение, шик и блеск. Хе-хе. Лучник сам себя убил. Так, ну что же, давайте попробуем. Попробуем. Опа! Как нам повезло-то. Ронин нас очень круто вручает. Да, ну ситу... 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 Ситуацию, конечно же. Ситу... Уже заговаривался, ребят, стал. Так. Ладно, давай пинаем, 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 пинаем. Вот. Ронин не подводит. Блин, он этого паладина просто шинкует, как винегрет. Просто хоп с ударами и все. А копейщик вот этот мне не нравится. Он пробивает весь отряд. Ну, Ронин, давай, выбеги. Нет, не выбегает. Ну, простите, но он вот так сегодня хорошо поработал у нас. Вот. И все, ребят. Мы с вами бомбим уже вражеский... Вражеский аванпост. И... Давай, давай, давай. Е! Ну что же, этот этап мы с вами прошли. С голем пополам. Теперь давайте посмотрим, кто нас будет ожидать здесь. Ядрить тебя, Макарить! Ты посмотри. Бишоп, 79 уровня с фулл звездами. Грифа. 78 уровень, 4 звезды. 78 уровень лучника. Да ну, хорош. Это издевательства, по-моему, натуральные. Ребят, я не уверен, что у нас получится. По крайней мере, с первой попытки. Может быть, даже придется потратить нам с вами гемы. Я этого очень сильно не хочу. Но если придется, я буду тратить. А для этого мне нужно, ребята, как можно больше набрать запаса манны. Чтобы если тратить 10 гемов, чтобы мы с вами начинали уже уровень, например, сразу с ведьмы. Это... Да куда ты прешь, паршивец? Вот куда ты там прешь, а? Крестьяша. Ну, естественно, выходит паладин. Естественно. Кто бы в этом сомневался. Еще и лучник сразу же. Угу. Ладно. Все равно я буду вызывать, ребята, ведьму. Вот. С отражением. Давай, давай. Черт бы ее побрал. Не отработал, ребята. Там еще и грифа, да, вылетел? А ну-ка, давай, иди сюда. Всех к ногтю. Вот так вот. Так, пускай он пока отвлекается. Бейю. Едрите. Вот он, ребята, вызвал. Вот, смотрите, что он делает. Он вешает на всех этих говняков вот этот вот щит, ауру и так далее и тому подобное. И мне это не нравится. Не нравится мне это, что он... Упс, разнесли. Так, продвигаемся, продвигаемся сюда. Ребят, мне бы, конечно, очень хотелось бы получить свой суперудар. Давай, вот так вот мы с вами сделаем. Главное пробить этого бишопа нам. И мы его пробиваем, между прочим. Мы его вообще уже нагнули. Отличненько. Вот она. Вот, ребята, скорее всего, здесь будет у нас сладкая победа. Я вообще обожаю, когда в тяжелых сложных сплёцках мы с вами выходим победителями. Да, и так оно и будет. Е! То есть, получается, мы с вами проскочили, так сказать, вот эту вот карту подданных. Забираем, конечно же, сундук. И что же нам выпадет здесь? Слушайте, ну неплохо, неплохо. Нам достается 8 карточек короля и плюс 9 250 золотых монет. Так, вот она, ребята, последняя-последняя карта. На захватчиков мы с вами перешли. И здесь, ты посмотри, как начинается. 79 уровень жабы с молотом плюс 80 у нас этот охламон пришелец. Так, 79 уровень боевой жабы. Кто может против неё выстоять? Да, в принципе, любой. Я думаю, что вот этот отряд я возьму. И мне кажется, ребят, я не буду утверждать точно, но кажется, мы здесь должны победить. Хотя, хрен его знает. Этот пришелец, мозготрон, сейчас будет мне тут выносить мозг. Серьезно вам говорю. И у меня нет такого, знаете, юнита слабенького, которого бы я мог отправить для контр. Вот, смотрите, что сейчас будет. Давай проверим. Для проверки, ребят, я это сделал. И вы видите, что он сейчас будет делать. Он похитил, конечно же, он похитил. Упс, бомбит-то как не по-кислому, а. Давай травить. Так, два, два, ребята, вышли на этих говнюков, боевых жабы. Иди отсюда. Я специально так сделал, ребят. Монетки только отдай сюда. Фух. То есть, я больше уверен, ребята, что пришелец, он, по-моему, не умеет воровать летающих юнитов. То есть, я могу быть спокойным за летучую мышь и за своего всадника на журавле. Да? По-моему, так. Но, в любом случае, вы видите, что мы вроде бы неплохо так прожимаем его. Если в этой катке будет стражник, вы знаете, кто такой стражник. Это будет больно. Это будет очень больно для нас, потому что, ну, стражник 79-го или 80-го уровня, мы его просто-напросто не сможем пробить. Какая бы у меня здесь не была бы армия. Отлично. Победушка за нами. Но это только лишь разминка. Да, у нас первый уровень. Так, ну что, прибавляется воблер. Воблер. Блин, да они уже всех 80-го уровня делают. Да ну, хорош. Ребят, ну это не серьезно. Я считаю, что это, как бы вам сказать, ну, чересчур. Попробуем, ребят, вот этот вот с вами взять отрядик, а? Накатить, как говорится, им. А вдруг у нас получится? Не уверен, но попробуем. Так, у нас здесь очень хорошо, что есть... У нас есть слабые, конечно, юниты. Это самурай, это у нас мечник черный. Да пошел ты, пролетай мимо. Мимо кассы, парень. Смотрите, мы можем с вами уже вызвать друидку. Мы можем ее вызвать, но... Нужно ли нам это? Воблер... Оу, щет! Какого же хрена? Воблер, ребята, воблер вышел. Срочно мне нужен мой суперудар. Так, давай. Так. Так. А что? А в чем проблем-то? Не понял. Воблер, пошел отсюда, ты достал. Фу, мы его разнесли, ребята, кстати. Ха, воблера. Так, давайте попробуем все-таки вызвать нашу друидку. Она нам должна здесь офигительно помочь. Я, как всегда, в это верю. Верю в сказки. Хе-хе-хе. Но, тем не менее, ребят. Посмотрим, на что у нас способна наша друидочка. Не забывайте, мы ее прокачали до 70 уровня. Пошли прочь отсюда, ничтожество. Слушай, а по-моему, друидочка класс. Вообще великолепно. Бобенка наяривает. Шик и блеск. Она хиляет наших. Она сама себя хиляет. Она там что только не делает. Да мы с ней просто, ребята, скоро будем горы воротить. Вот смотрите, какое преимущество. Какая мощь и сила в моем отряде. Обалдеть. Хиляет наших. Плюс тотемы. Красава. Она красава. Она, наверное, вы знаете, ребята, займет достойное второе место у меня после ведьмочки. Скорее всего, так оно и будет. Так, ну что же, мы переходим с вами сюда и видим, что здесь будет жестко. Во-первых, здесь у него крутая база 81 уровня, которая будет жарить мне по-детски по сравнению с моей детской, так сказать, игрушкой 73 уровня. И плюс у него здесь морской пехотинец Лизень появляется. И уже 81 уровень пришельца. Пипец. Офигеть. Офигеть можно просто-напросто вот от этого, что я вижу. На последнем этапе вы мне дадите всех 82 уровней, да? Или как? База просто, блин, наши ребята аж светит. Смотрите, по сравнению с моей-то, ё-моё. Блин, будет жестко. Ладно, я, ребят, хочу накопить, как обычно. Да ё просто, ну он не дает просто мне накопить. Понимаешь, просто он мне не дает накопить. Да ладно, еще и Слизень вышел. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Если меня сейчас в ближайшие сроки, ребята, не... Да где там мой суперудар? Вот он. Я, ребята, чудом как-то успел освободить своего, блин, паладинчика. Хух! То есть, причелец его похитил. Блин, Слизняк сейчас будет бомбить. Ты посмотри, ты посмотри, как он бомбашит. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, он бомбашит очень больно. Он бомбашит просто неимовернейшее, ребята. Да где, блин, моя это? Давай, друидочка, давай-давай-давай. Ух, вся надежда только на нее. Вся надежда только на мою друидочку, ребят. Так, так. Отлично идем. Блин, Слизень, отвали. Отвали, я тебе сказал. Вот тупы. Ребят, вы видели, а? Пришелец обосрался. Знаете, почему? Потому что он стрелил тотем. Пускай наслаждается тотемом, блин. Так, а мы с вами продолжаем бомбашить. И причем довольно неплохо. Я вызываю еще одну баллисту. Слушай, ну красавцы мы, просто красавцы. Вообще никаких, ребята, противоречий у меня нету к нашей супер-пупер-друидочке. Да, она красава. Ну, действительно, ребят, красава. И это при этом, что она еще не фулл прокачка у нее. Как только будет она по фуллочке. Ох, она будет тут, наверное, таких звезделей раздавать. Ой-ёй-ёй-ёй. И даже, даже боюсь представить. У меня даже, ребята, экран залагал, видимо, от того, что у меня везде тотемы и такая куча армии. Классно. Классненько. Вообще отлично, ребята. Ну что же, предпоследний этап. И кто же тут у нас добавляется? А вот улитка камикадзе, это уже не весело. Это уже не весело, потому что она очень бумкает сильно. Хм, и наносит колоссальный урон. Но мне-то какая разница, колоссальный там урон или нет, нам надо выигрывать. Так что, несмотря на ту, эту вонючую маленькую улитку, у нас для этого дела есть, ребята, мечник. Но тут дело в том, что надо успевать. Успевать, как говорится, вот, я успел. Я знаю, что он будет делать здесь. Сейчас он будет отправлять стоподобого пришельца. Нет? Я жду, жду. Нет, смотри-ка. Он не стал... Оу. Хе-хе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, друидочку. В друидку вызывать или как? Или же, блин. Давай ты пролетай быстрее, засранец. И нам тут, как говорится, не нужен. Ребят, я вот так вот делаю. Хоп. Ой, не надо взрывы. Блин, как же, ребята, это больно, когда она вот так вот делает. Где друидка? Мне нужна друидка. Вот она вышла, моя красавица. Так. Ну что, пускай он тырит этот тотем. Хе, дурак, а. Ой, пришел. Ой, а он, ребята, его, кстати, хотел против нас только что вызвать. Он его и выставляет против нас. Эй, тихо, тихо, тихо. Видишь, что-то все пошло не так, как я хотел. Фух. Вроде бы, ребята, мы тут как-то справились, да? Только карточки, как говорится, успевай хватать. Ускоряемся. Упс. Давай, 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 давай. Прожаривай их до хрустящей, блин, корочки всех этих гадов. Что-то он там ворует все-таки втихаря у нас. Блин, воблер. Самый поганый это, ребят, здесь воблер. И вот это вот, конечно, фигня, которая нас взрывает и отталкивает. Нам нужно побольше баллист. Да-да-да, вот баллисты сейчас нам как раз... Куда это ты собрался, паршивец? Заморозка! Нафига я ее потратил? Смотрите, аура вот эта вот защитная на наших рыцарях. Вообще просто великолепна. Армия просто несусветная у нас идет. Ты посмотри. Просто рвем любого. Да, правда, 36 секунд осталось. Но я думаю, что мы должны здесь справиться. Ой, да и мы, наверное... Ух ты, я мог еще одну друидку, представляете, вызвать? Это была бы имба, если бы я бы еще одну друидку узвал. Да давайте вы базу-то разбомбите, е-мое. Придется нам помогать вот так вот. Ну? И? Да давай ты! Две, ребята, две друидки. Две друидки было у меня призвано. Ну, вы сами прекрасно поняли, что мы разбомбили врага. Ну что же, переходим сюда. Йопарсетэ, здесь нас встречает лорд пустоты. Ой, этот довольно-таки нешуточный парень нам может сделать очень большие проблемы. Поэтому я, наверное, сделаю... Возьму вот этот отряд. Хотя вот этот отряд мне понравился сейчас вообще просто имбово играется вместе с друидкой. Но я все равно, ребята, попробую сыграть вот этим отрядом. Если не получится, тогда уже переключимся обратно. Просто я больше уверен в этом отряде, что он как бы не сфейлится. Хотя улитка эта мразотная. Ладно, давай попробуем. Ну, выпускай своего пришельца этого вонючего мелкого. Я же знаю, что он у тебя появится. Вот он, блин, не заставил себя... Эй! Так. Ну, это понятно. Так и должно было быть. Все, ребята, вызываем с вами ведьму. И, соответственно, уже начинаем полный расколбас. Нам нужно успеть как-то до... До вызова лорда пустоты. Вы понимаете, да, к чему я? Клоню. До лорда пустоты, иначе будет жестко. Так, слизень, блин. Шел бы ты отсюда, а? Ребят, мы с вами неплохо нафармили карточек сегодня этого... Жабы с молотом. Вот, 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 вот. И вышел, ребятулечки, блин. Говнюк. Лорд пустоты. Сейчас начнется тут. Бэм, бэм. Все вот это вот. Вот оно, блин. Не заставил, блин, себя говнюк долго ждать. Не заставил. А если мы вот так вот сделаем, а? Заморозка. Это наш шанс был. Да, и мы, ребята, воспользуемся этим шансом сполна. То есть, все. Теперь им крантарики. Всем здесь кранты. Моя армия бессмертных зомби всех порвет. Ну, бессмертных, это переносов. Так, ребятули. Вот мы уже и колбасим вражеский замок. Разве это не прелесть? Это обалденная прелесть. Все-таки мы доказываем то, что мы здесь, ребята, лучшие по игре. Хе-хе. Ну, на своем уровне, конечно же. Вот так-то. Вот так вот мы проходим с вами. Забираем сундук захватчиков. И выпадает нам 10 карточек боевой жабы с молотом. И жабы с пушкой. Красота. И еще здесь нам достается 13 терракошек. 13 карточек базы. И еще 13 карточек базы. Ну, что же. Теперь я точно со спокойной душой, ребята, отправляюсь в следующий телепорт. Обалдеть. Сколько этих телепортов у меня уже пройдено. Просто можно сбиться со счету. Шучу. Так. Ну, что, ребятушки. Давайте посмотрим мы с вами на нашу... Ага. У нас здесь запрос. Конечно же, запрос. Хотел посмотреть, ребята, на нашу армию. В плане того, что сколько мне нужно еще найти карточек для того, чтобы прапать жабу с молотом до фулки. Я знаю, что там недолго. Ох, ребятули. Смотрите, еще 41 карточку нам нужно надыбать. И у меня станет боевая жаба 5-звездочная. 3-звездочная. Ты посмотрите, они все около того, ребята. Около того. То есть, вот пришелец скоро получит 4-ю карту... Ой, 4-ю звезду. В принципе, тут недалеко и до воблера. Но воблером я в последнее время не пользуюсь. Посмотрите, сколько у нас у стража. Всего лишь 35 карточек. И мы его на 4 звезды проапаем. Да, это вообще классно. Смотрите. Самурай наш. Ха. 889 из 1000. То есть, вот-вот, буквально он созреет. Также вот у нас тортила. Черепаха тоже готова. Буквально 100 карточек. И мы ее проапаем. То есть, они все близки. Все, ребят. Но, как видите, с дропом у нас пока не очень хорошо идет. А, вы еще просили вернуть в армию молотильщика. Ребят, обязательно вернем. Как только будет в нем надобность. Смотрите. Ведьма. Ведьма скоро получит 4-ю звезду. Ай, по красоте. Наш прыгун тоже скоро проапается. До фулки. То есть, вот, и голем. Они все, все. Ха. Третью звезду у нас получит Жнец. И тогда, возможно, ребят, мы его возьмем в основной состав, как имбу. Летучая мышь тоже, смотрите. Остается тут есть сколько? 33. 43 карточки, ребят. 43 карточки. В общем, классно. Классно. Мы с вами двигаемся, продвигаемся. Вот, лучница прокачивается. Мечник наш тоже прокачается. Ну, копейщица, фиксник, пускай так уж и будет. Паладин тоже близок. Ха, тут тоже немножко осталось, ребят, чтобы прапать до 4 звезд нашего короля. Баллиста. Ой, просто, ребят, по красоте. Третью звезду готов вскоре получить у нас и маг. Четвертую звезду жре... Ой. Все, ребятушки, это будет впереди. Все обязательно будет. Будем играть, будем качаться, будем развиваться. А сейчас я хочу прапать друидку, с вашего позволения. Е! Теперь, ребят, никто ничего не скажет, потому что она у нас по фулочке. Я в плане того, что уровень фул. Ну, звезды, к сожалению, пока еще далеко. Мы отстаем по звездам. Так, здесь прапаем малька, нашу БФГшку. И тыракошу, да, наверное? Или же... Или же лучше нам грифа. Кого нам лучше прапать? Давай грифа. Вот так вот. Ох. Ну что, дорогие друзья, мы, наверное, с вами будем на этой ноточке завершать этот выпуск. Надеюсь, вам он понравился. Лично мне понравилось, как мы сегодня с вами повоевали. И, конечно же, увидимся в следующем выпуске. Смотрите, ребят, тем более мы скоро с вами получим 74 уровень. А там будет 75-й, и у нас откроется еще одна ячейка для отряда дополнительного. То есть мы будем с вами еще быстрее развиваться, раскачиваться. Ну, всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok